Привет! Я очень рад вас всех видеть. Я не ожидал, что столько придет людей на мой доклад, потому что там про хостинг. Ну, я думал, это тоже интересно. Пока все чинят и включают мою презентацию, я хотел спросить вот какую штуку. А кто из вас уже продает готовое решение? А чего не хватает? Что хотите услышать от меня? Секреты? Ну, это же совсем другой доклад. Это я год назад рассказывал про техподдержку, по-моему. А сколько продали за год? Татьяна, сколько продали? Бесплатные, вот эти битриксовые. А у вас сколько за год готовых сайтов продали? Ну, вот дизайны вот эти продаете с маркетплейса? Только модули. А кто продает вот готовые сайты с маркетплейса? Сколько штук продал? 20? А у вас? Сколько? Штук 200 готовых сайтов. Слушайте, вам надо было докладывать, мы всего 60 продали. А почему вы не лидеры продаж в маркетплейсе? Ну, не знаю. Ну, давайте попробуем. В общем, если что, то начинаем, да? F5. А кликер есть? А мы шат дадите? Вот. Привет. Так называется мой доклад. Меня зовут Роман Петров. И компания, которую я представляю, это IT-констракт. Мы одни из лидеров разработки. Один из битрикс. 10 лет на рынке. Выпускаем примерно 60-70 проектов в год. Вот, если не считать порталов и битрикс 24, то за 15-й год мы сделали штук 70 проектов, наверное. У нас есть специальная доска, в которой мы публикуем отдельно индивидуальные проекты и отдельно проекты из маркетплейса. И что подвигло меня предложить эту тему битриксу и, как я понимаю, принять ее, собственно, в программу. Потому что и сегодня, и на форуме, и в личной переписке иногда ребята спрашивают, и девушки. Вот мы там работаем в маленьком городе. У нас у клиентов там с трудом хватает денег на лицензию и на дизайн. Что делать? Продавать старт плюс самому дорабатывать или продавать готовый сайт. Сколько брать за установку и настройку? Я разговаривал с коллегой, он говорит, мы вот просто там ставим решение, берем там какую-то символическую сумму за установку и настройку. Что делать, если другие конкуренты предлагают хостинг в подарок и прочую радость? Попробую рассказать. Чуть-чуть о том, как поменялась ситуация. Скажите, кто видел стандартные битрексовые дизайны? Ну вот там интернет-магазина, прошлого интернет-магазина. А вам нравится? Кому нравится? Новый нравится, а старый? Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что вот Сергей сегодня говорил, что там вот рост продаж, вот он такой, потом вот так вот там пырхается. Что если бы у битрекса не было маркетплейса, запущенного несколько лет назад, если бы он не вышел на какой-то уровень, то, наверное, того уровня продаж по управлению сайтом, который есть сейчас, у битрекса бы не было. И если посмотреть на статистику лидеров продаж за несколько лет, вот я смотрю на нее с 2007 года, как стал партнером, то там вполне четко проснеживается следующая ситуация. Именно по битрексу. Сначала лидером продаж был Кусофт. Это крупный системный интегратор, то есть крупный веб-интегратор, который делал большие проекты. Вот они продали много, стали лидером продаж. Потом лидером продаж стала компания продвижения, 1СБит, которые много-много продавали всего. И в этом году свершилось, ну я, наверное, могу сказать, что микропереворот, или макропереворот, лидером продаж по управлению сайтом стала компания Аспро. А где вы, ребята, помашите? Вот, это они. Вот. И я не знаю, как они это сделали, но мне кажется, я сейчас покажу на другой слайд. Вот это диаграмма продаж наших готовых решений. И, как мне кажется, что Аспро стала лидером продаж не просто так. Вот этот вот замечательный синий-голубой сегмент, это продажи. Мы продали Аспрошные решения. Я так понимаю, что в целом продажи маркетплейса, наверное, может быть, чуть-чуть по-другому выглядят. Может быть, чуть-чуть по-другому выглядят. Но вот эти вот две компании, это Аспро, а это, у кого хорошее зрение, Альфа Системс есть? Нету, не приехали. Это Альфа Системс, которые делают там много-много всяких штук. Они просто лучше всех продаются. И, ну, наверное, вы лидером продаж по битрексу стали. Почему? Вы много-много битрексов со своими решениями от грузины? Я могу вкратце рассказать. Ну, потом, да? Много битрексов от грузины? Битрексов много, но давай я вкратце. Давай. У нас два спикера. Алексей. Меня зовут Алексей. Добрый день, коллеги. Хотел вкратце рассказать. Изначально мы специализировались только на индивидуальных проектах. То есть у нас 70% была индивидуальная разработка. Мы находимся в Челябинске. В Челябинске тяжело и жестко. Есть очень много клиентов, у которых есть 15-20 тысяч. Но это не значит, что они отдадут вам 15-20 тысяч. То есть мы предлагаем им дешевое решение и берем их на поддержку. И на поддержку они платят нам уже, в принципе, достаточно хорошие, интересные деньги. То есть сейчас полностью как бы сворачиваем направление индивидуальной разработки и фокусируемся на недорогих клиентах. Потому что недорогие клиенты как бы в перспективе одного года, шести месяцев, они приносят очень хороший доход. Ну и продавать как бы недорогие решения очень легко и просто самим менеджерам. То есть... Так вы лидером продаж по битрексу-то стали. Почему? Вы со своими решениями битрекс продаете? Мы продаем... Человеку не нужен битрекс, человеку не нужен решение, ему нужен сайт. Мы можем сайт. Правильно. Вот все, дальше я тогда расскажу. Вот. И на самом деле вот ситуация простая. Похвалю ребят. У них действительно классные готовые решения. Вот их ставишь, они нормальные там. Из них ничего не лезет. То есть из них там ничего не топорщится. Вот. Мы продали 60. Вот тут в зале говорят, что продали 200. Ну, наверное, каких-то других, потому что тогда бы вы стали лидером и тут бы стояли на сцене. Вот у нас вот так выглядит стенка. Возной кофе-машины, где мы просто пишем всех-всех-всех, кого выпускаем. И, как сказал Алексей, как говорила Светлана Берегулина сегодня на своем докладе, клиенту не нужен битрекс. Клиенту не нужен весь вот этот хостинг, шмостинг, вся вот эта вот там доменные имена. Ему нужно что? Ему, в принципе, и сайт, по большому счету, не нужен. Ему нужно, чтобы вот, как бы, он заплатил 100 тысяч, да, поставщику, пришло 200, из них там 50 пошло на затраты, 50 осталось, ну, там, в кармане. И, соответственно, почему клиентам нравятся готовые сайты? Потому что кто сталкивался с тем, что сайт вроде как это услуга, его там делать надо, а клиенты говорят, сколько стоит, вот сколько стоит, вот точную нам цену скажите, и потом мы ни копейки вам больше не дадим, а еще отожмем. Люди хотят готовое. Они хотят прийти, купить утюг, ну, мышку, вот, посмотреть на нее там красную, зеленую, синюю и выбрать. Соответственно, следующий важный момент, что сейчас денег у многих нет, ну, объективно, особенно в регионах. Если это компания торговая, на нее выдернуть из оборота большую сумму быстро, это дорого. Ей гораздо проще каждый месяц платить небольшую сумму и начать с небольшой суммы. Особенно это хорошо работает, когда заказчик видит эффект. Он вложил там 50 тысяч, к нему прошло 100 клиентов. Он вложил еще 50 тысяч, еще 100 клиентов прошло. Ну, и готовый сайт в разы дешевле, конечно, индивидуальной разработки. Чтобы понимать, вот готовые решения у нас стоят там, допустим, 30-50 тысяч, индивидуальный сайт корпоративный стоит 200-500. Ну, вот как-то так в 10 раз. Соответственно, обещанные пять шагов мы сами убедились, сами убеждены, наверное, в том, что для определенной категории клиентов готовые сайты это классно. Вот, им не нужен индивидуальный, им нужен готовый с последующей доработкой индивидуализации. Если вы в это не верите, ну, тоже может получиться, но, наверное, хуже. Дальше. Посидели, подумали, разделили клиентов на группы, выделили клиентов, которые могут купить готовые сайты. Дальше описали их потребности и предположили, ну, как с ними работать. Сделали комплексное предложение, сгруппировали в него домен, хостинг, установку, настройку, обучение и само вот это готовое решение вместе с битриксом. И сделали альтернативное предложение. Альтернативное предложение выглядит примерно так. Нам нужен сайт. Окей, какой у вас бюджет? Мы не скажем, кто сталкивался с вот этим ответом. Мы не скажем, хорошо, давайте я буду угадывать, вот вас какой бюджет интересует, 30-50 или 300-500? Вы знаете, нас интересует ближе к первому. Ближе к первому, смотрите, у нас есть классное решение с индивидуализацией, 30 сразу по 20 тысяч в течение трех месяцев, получите то, что надо. И мы сделали очень четкий процесс продажи и установки. Что это значит? Если вы продали готовое решение, продали по фиксированной цене и потом по этой фиксированной цене вы шесть раз к нему возвращаетесь, чтобы заменить телефон на другой, потому что клиент вам его прислал неправильно, соответственно, экономически вы будете в убытке. Этого быть не должно. Типы клиентов. Первый клиент это DIY, называется сделай сам. Вы все, наверное, с ним знакомы. это любимый клиент, который верит тому, что Bittrex умеет все и в нем сразу все есть. Знакомы? Вот. Постепенно партнеры убедили клиентов, что в Bittrex не все есть и тут возник волшебный маркетплейс. И теперь эти клиенты верят, что в готовом решении есть сразу все. Второй тип клиента это те, у которых не очень много денег, но они не хотели бы покупать сайты за 5 тысяч, потому что они им кажутся ненадежными. Третий тип клиентов это клиент, который пришел по рекомендации, он вам уже верит и вам нужно только понять, что вы можете ему предложить. Четвертый это те, у кого, кто уже подспробовал на конструкторе, те, кто уже понимает, что вот то, что все видели рекламу VIX в телевизоре, я не знаю, как сделать на VIX такой классный сайт, но люди пытаются. и они уже переросли конструктор, они понимают, что нужно что-то свое и наконец еще два типа, это специфические компании, которым нужно, чтобы было, пришла к нам котельная, говорит, мы ОАО, нам надо публиковать ежеквартальную отчетность, сколько у вас стоит самый дешевый сайт, мы говорим, столько, они говорят, окей, и договор поддержки на год, чтобы мы отчетность публиковали, мы говорим, хорошо. Теперь они переименовались в ООО, я не знаю, что будет с их сайтом, прошло пять лет. Он убегает от меня, и наконец клиенты, которые уже обожглись, которые делают второй, третий, четвертый, пятый, шестой сайт, и которые уже готовы идти по любимой многими итеративной модели Agile, Scrum и прочей штукой. Теперь про типы решений, они очень хорошо стыкуются с типами клиентов. Первый тип решений, это вот живет веб-студия, делает какой-то проект, сделала проект для клиента, он ему очень понравился, или он ей очень понравился, и они говорят, а давайте мы теперь выпустим его в маркетплейсе, давайте, выглядит сверху нормально, копнешь вглубь, плохой, ну короче, мы такие очень не любим продавать. Дальше, конструкторы, это любимый предмет, который покупают клиенты, которые верят, что в битрексе и вот в этих готовых решениях в маркетплейсе можно все. Например, это битроник. Кто продает битроник? А как часто? Один раз, а вы? Один раз, и вы один раз, и вы один раз. Ну короче, ситуация какая, вот клиенты, которые верят, что это все можно сделать самому, покупают решения, которые говорят, что в нас можно сделать все самому. Битроник мы за 15-й год не продали ни разу, потому что все, кто к нам приходят, мы понимаем, что нет, денег здесь мы не заработаем. Вот, решения от специализированных компаний Аспро, Альфа-Системс, Олтоп и так далее, которые выпускают, ну действительно, решения для маркетплейса и как-то на этом живут. И, наконец, вот эта вот категория специализированных решений, автозапчасти, ЖКХ, вот там, где как бы написано, что все классно, и ты понимаешь, что вот клиент к тебе придет, а ты ему ничего предложить не можешь, потому что ты в этом должен разобраться, чтобы в этом разобраться, нужно в этом на это время потратить, он тебя скорее всего не купит, а купит у производителя. Короче, тоже не наш клиент. В общем, в итоге выбор небольшой, выбор из решений для специализированных компаний и, соответственно, из тех, которые сделали на пробу, но более-менее хорошо. Как дальше монетизировать таких клиентов? Дальше монетизировать так, как делают все, с кем я пообщался. Купили готовое решение, наша общая рекомендация, ребята, мы вот вам его поставили, вы его наполните, как только вы его наполните своими данными, оно заиграет вашими красками. Наполните, попробуйте, поработайте, через месяц пройдите со списком доработок. Это первый вариант. Второй вариант, это когда люди ставят готовые интернет-магазины, говорят, а у нас же есть 1С, надо с ним интегрировать. Мы говорим, хорошо, давайте интегрировать с 1С. и вот это такой забавный денежный процесс. Ну и третий вариант, когда люди пришли, поставили, проходит полгода, они наконец-то поняли, что им надо, проходят на доработки. Либо это люди, которые целенаправленно берут готовое решение для быстрого старта и потом за год-полтора делают из него полноценный, классный индивидуальный сайт. Такие тоже у нас есть. Очень важные моменты, с которыми придется сталкиваться. Первое в продажах готовых решений, это вы должны уметь работать с ожиданиями клиентов. Если клиент верит, что после продажи готового решения он получит все, то значит вы потом допустите минус по этому клиенту в финансовом плане, потому что вы все ему не сможете дать, но то есть там все равно будет какой-то подвох. Он будет думать, что там размерная линейка сама собой перетечет из 1С в ваш сайт и будет появляться или что-то еще. Второй очень важный момент, я повторюсь, он совпадает с первым. Вы должны всеми силами стараться, чтобы у вас клиент, ну то есть работать с ожиданиями клиента, чтобы в итоге потом его ожидания были чуть-чуть ниже, чем то, что вы ему сделаете. И тогда он будет для вас очень классно благодарен. Третий момент, что у вас должен быть четко отлаженный бизнес-процесс по установке и настройке, сделать его очень просто. Продали готовое решение, садитесь рядом с программистом, начинайте ставить и записывать. Продали второй раз, идете уже по вот этому записанному чек-листу, добавляете, вычеркиваете пункты, которые логичны или нелогичны. И в третий момент мы не приступаем к установке решений, пока у нас не собрана вся информация. И процитирую отзыв нашего клиента, одного из, говорит, у вас так классно, я, говорит, к вам обратилась, все оплатила, и говорю, ну давайте ставить. А ваш менеджер так вежливо, но вместе с тем жестко сказал, вот вы анкету заполните, пришнете все, и мы тогда начнем устанавливать. Я ему говорю, а можно побыстрее? Он говорит, можно, как только пришнете анкету. Соответственно, возвращение, ну к вот этому процессу, то есть это тоже деньги, которые у вас будут выпадать. Что мешает лично нам продавать лучше, больше? О, спасибо. Лично нам продавать лучше и больше мешают вот такие вещи. Все клиенты хотят видеть демо-версию, но далеко не на все решения мы готовы дать ссылку на демо-версию. Скажу даже немножко по-другому. Если на вашем решении сразу выплывает классный поп-ап, где написано, купите у нас, мы вам подарим айфон, то мы такое решение не рекомендуем. И, соответственно, вы ориентируетесь уже только на прямые продажи. Второе – это если вы как веб-студия готовы к демпингу при малейшем намеке на это клиента. Ну то есть нужно ценить себя и ценить свое время все-таки, иначе это всегда будет так. Дальше. Если у вас нет бизнес-процессов по установке и настройке вот этих готовых решений, то вы на каждое из них будете тратить неоправданно много времени и, соответственно, будете тоже в минусе. И, наконец, последний вариант, последний момент. Далеко не все вот эти готовые дизайны из маркетплейса, они готовые сайты из маркетплейса, они написаны хорошо. Мы в договоре пишем, что мы не отвечаем за ошибки в этих готовых сайтах. Далеко не всем клиентам это нравится. Грубо говоря, процентов 20 уходит из-за того, что говорят, а вот другие отвечают за их ошибки. Мы говорим, ну, пусть отвечают. Мы как бы вот не хотим брать на себя ответственность, потому что очень у многих техподдержка работает отвратительно. Ну, то есть прям не дозвониться. Что мы еще сделали? Еще раз повторюсь, что мы сами для себя убедили, убеждены в том, что для некоторых категорий клиентов готовые сайты – это самое классное, что может быть. Вот вы должны знать, для кого. Дальше. Мы взяли и сделали бизнес-процессы продажи и производство вот этих готовых решений. Естественно, передачу в техподдержку. Дальше. Чекнисты. Знаете, что такое чекнисты? Вот у нас чекнист по установке готового решения – это 46 пунктов. И мы как-то уволили стажера из-за того, что вот он взял, по вот этому чекнисту идет, мы его потом проверяем, он из 46 пунктов выполнил 30, мы ему говорим, а остальные там 16, он говорит, ну, я там не захотел, не смог, я их пропустил, ну, все, до свидания. То есть пройденный чекнист позволяет вам потом не возвращаться к вот этим всем проблемам. И немножко мы сделали специальный сайт для продажи готовых решений, где выделены комплексные предложения. И, конечно, мы сделали комплексное предложение. То есть мы продаем, как вот любят говорить, там не сверла, не дрели, а дырки, ну, то есть готовый сайт. Очень часто у нас спрашивают, кто-то вот у меня сегодня спрашивал, что делать, если бизнес клиента предполагает индивидуализацию и он хочет индивидуальное готовое решение. Пожалуйста, яркий типичный пример. Справа девочки, с него мальчики. Если бы вот этого слайда не было, то есть сказать, что вот это, это то же самое готовое решение, ну, наверное, тяжело, если вы его не знаете. Без проблем. Самый часто использующийся у нас пример вот такой. У вас телефон какой? Клиент смотрит на нас, говорит, айфон. Мы говорим, а он у вас индивидуализирован? Они такие, как? Мы говорим, ну так у вас на заставке кто? Дочка. Я говорю, ну вот отлично, у меня на телефоне другая заставка. Они такие, да, и мы так же вам сделаем. Очень важный момент. Клиент выбирает готовый сайт по дизайну. Если ваш дизайн, если вы разработчик, и ваш дизайн страшный, или он какой-то специфический, например, в южных регионах любят, чтобы было совсем богато, да, ну вот прям богато-богато, да, но так с золотом, там с красным. В более северных регионах любят чуть-чуть, но другой вот. И поэтому, ну вот, важно вот это чувствовать и предлагать клиенту тот дизайн, который он выбирает. Мне, например, не нравится дизайн стандартного битриксового магазина, потому что они какие-то, ну не сибирские. Я вот из Сибири, они не сибирские. И поэтому клиент выбирает дизайн. Вы должны либо предложить ему дизайн из его отрасли, потому что переключиться там с сумок на носки ему очень сложно. Либо ваш менеджер должен понятно сесть с ним, распечатать этот готовый сайт и показать, спасибо, мы вот тут делаем это, тут делаем это и тогда клиент понимает. Дальше. Для разработчиков решение. Если вы продаете конструктор, который все умеет, скорее всего, вы продаете напрямую. Партнеры тут для вас уже не помогут, потому что ну от таких заказчиков толку нету. Ну и наконец, предложение скидок на вашем сайте, на сайте разработчиков, ну вот этих готовых модулей, оно действительно дестабилизирует рынок. Ну, в общем, вопросы у меня осталось пять минут. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, все же вот этот вопрос не раскрыт, как бороться с возражениями, если вот в другой студии им обещали нарисовать дизайн с нуля, такой, чтобы не было даже ничего похожего у других, и при этом это будет полное уродство, которое там человек нарисует на коленке. Понятно. Это очень просто. Вы говорите, окей, вам рисуют дизайн с нуля, сколько это займет? Они говорят, нам выставили там за это 20 тысяч. Вы говорите, хорошо, 20 тысяч это неделя работы. Вот смотрите, мы за неделю работы вам по готовой сетке сделаем то-то, 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 то-то. Это будет круче, лучше, потому что это сразу адаптивно. А вот ваш дизайн не будет адаптивным. О, адаптивно. Или вы говорите, это сразу будет на битрексе, вам потом не надо верстать там или еще что-нибудь. Спасибо. Ром, а можно прям вот на цифрах, вот я такой у тебя купил решение за marketplace, там глюк, да, я прихожу к тебе, качаю права, потом понимаю, что я подписал договор, где это все мои проблемы. Вот, можешь прям на цифрах, на каких условиях у меня эти ошибки будете справлять? Мы обычно идем на встречу клиентов, связываемся с разработчиком решения, если они говорят это не мы, у нас все хорошо, то мы говорим, ну, техподдержка. Нет, когда уже все, твой программист готов за деньги справлять, какие условия? Это разовая услуга, или только абонентка? Стандартная техподдержка. Или только абонентка? Ну, у нас есть и разовая работа, и абонентка. То есть можно и разовая, а можно и по абонентке? Да. Здравствуйте. Вопрос по предварительному анкетированию клиента перед установкой решения. Анкеты, я так понимаю, они различаются для клиента, ведь каждое решение... Они различаются одинаковые, то есть у нас есть... Мы сделали комплект, вот у вас есть вот этот готовый сайт, вот вы получите точно такой же, только там будут ваши контакты, ваш логотип, и мы 10 разделов заменим на другие. Вот вы пишете контакты, логотип, телефоны, и что на что менять все. Но кастомизация, например, выбор цвета в некоторых готовых решениях может... Да, конечно, это там поле дополнительно. А, то есть дополнительные поля, они в любом случае от клиента будут зависеть? Нет, мы просто пишем, и все остальное, вот то, что вам менеджер написал дополнительно. Если там в решении можно выбрать, просто прям скриншотим то, что они с менеджером понавыбирали, и это идет в установку. Роман, вот чек-листы, бизнес-процесс, грубо говоря, продажи, он для разных решений отличается, потому что решения функционально могут отличаться, или он везде одинаковый? Понял. Вадим, еще раз поясню. Смотрите, вот видов решений несколько. Вот эти вот там сделай сам конструкторы, вот эти автозапчасти, там ЖКХ с личным кабинетом. Короче, мы поняли, что мы их не продаем. И поэтому мы продаем универсальные. А в универсальных все одинаково. Спасибо. Еще можем вопрос? Вы сказали про рассрочку в какой-то момент. То есть вы продаете с рассрочкой типовые решения, или как? То есть внедрение, вот это вот, самоустановка, это есть как услуга именно отдельная? У нас в комплекте установка, настройка, лицензии, домен, хостинг. То есть это как плюс, домен, хостинг установка, это плюс к стоимости решения маркетплейса. Плюс к стоимости, конечно. Вы что, это же отдельная услуга. Вот об этом и речь, что не надо демптинговать. Продолжение следует...